Я приветствую вас, братья и сёстры! Мы продолжаем Деяния апостолов. Я не был на прошлом разборе, но, как мне сказали, мы должны дальше идти, 20 главу, с 5 стиха. С 5 стиха. Вот, братья и сёстры, я порой вот так размышляю, как мы исследуем Слово Божие. Почему-то я так склонен понимать, что многие, от разбора до разбора они Библию здесь не открывают. Вот придут на разбор, что услышат и всё. Я невольно вспоминаю такой юмор. Ещё в детстве мне рассказывали, я в деревне жил, и у нас были огороды, и нас, мальчиков, девочек, заставляли полоть грядки. Взрослые говорят, вот этот речок берет, и этот рядок, и попали. И вот два мальчика травку вырывали, а потом им захотелось водички попить. И они так вырывали, что метку поставили, где они кончили травку рвать. Пока они побежали пить, вернуться, они уже не найдут, где они пололи. Мы порой так с вами разбор проходим. Где мы остановились, что было вчера или в прошлый раз, мы тоже не помним. Вот, братья и сёстры, пока у нас не будет написано слово Твое, или заповеди Твои не слаще меда. Вот, пока у нас не будет вот этого духовного жажды к Слову Божию, оно будет проходить мимолетно. Может быть, это, друзья дорогие, от нашей сытости, от нашей полной свободы, от того, что у нас, вот я смотрю на этих скамейках, такие сидим мы. И вспоминаю, в детстве, когда мы начали ходить на собрания, вот, братья и сёстры, горбыль сделают вот так, и вот, а спинках речи не могло быть, речи не могло быть. И вот на этом горбыле мы сидели, это были собрания. Вот, друзья мои, да, и люди гоняли, власти запрещали, вот, жажда была к Слову Божьему. Поэтому, наверное, нам надо что-то такое, чтобы изменить наше отношение к Слову. Ну, и так, откроем Деяние апостолов, 20 глава, 5 стиха. «Они, пойдя вперёд, ожидали нас в Трааде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Трааду». «Где пробыли семь дней». Ну, я хочу напомнить, вот, первые четыре стиха, они гласят о том, в 19 главе, Павел, находясь в городе Ефесии, он там был три года, благоветствовал, возвещал Слово, и вот, наконец, там возник страшный мятеж, и его создали не иудеи, то обычно иудеи восставали против Павла, это язычники. Проповедь апостола Павла и его вот сотрудников настолько была деятельна, сильна, и буквально вся Асия, Асия – это провинция, где находился город Ефес, и Ефес был как центральный город этой провинции Асии. И вот написано, «Вся Асия услышала Слово Божие». Было люди, кто жили в язычестве, выдало поклонстве, и там, особенно в Ефесе, если вы помните, была знаменитая богиня Ефеска, Артемида Ефеская, и вот ей поклонялись и художники, мастера, они делали такие изображения храма, в статуе этой богини, и они очень хорошо торговали, было такое понятие, что в каждом доме надо иметь это изображение, вот поставить, это было средство поклонения язычников. И когда Павел стал проповедовать о великом вечном боге, то, безусловно, люди стали обращаться от тьмы к свету, и эти статуи этой богини, они стали в пренебрежении, хотя они были серебряные, ну, с хорошего металла, они, может быть, красиво были сделаны, но люди пробуждались к истине, к истине. Ну, что-то наподобие, когда христианство пробуждалось в России, вот помните, движение Рябошапки, движение Пашкова, вот на Кавказе движение было, и вот православный народ, который украшал свои квартиры множеством икон, и когда стало Слово Божие, когда Библия и в начале Новый Завет были переведены на русский язык, потому что в православной церкви читали на старославянском, и фактически люди, приходя в церковь, они ничего не понимали. Это была просто литургия, там было уж украшено все, ну, это вы знаете. Вот когда было переведено Слово Божие на понятный русский язык, вот началось пробуждение, и некоторые ревнители, они снимали эти иконы, придавали огню. Ну, настолько у них это вроде открывались глаза. И я хочу сказать, что это возбуждало православное священство, духовенство. Были страшные гонения. Вот, друзья дорогие, люди познавали истину, они стремились к свету. Так вот, когда возник мятеж в Ефесе, вот помните, там собрались много людей, и Павел хотел выйти к народу, вот во время этого мятежа. Они, вот, ихний, я бы сказал, фанатизм настолько был, они два часа кричали «Велика Артемида Ефесская!» Это нам надо понять, два часа, это огромное скопление людей, они громко кричали «Велика Артемида Ефесская!» Вот, братья и сестры, у язычников, у неверующих людей, есть вот этот энтузиазм, как мы говорим по Евангелии, это демоническое направление, это дьявол возбуждал эту толпу. И когда они накричались, там начальники утешили, и Павел хотел выйти к этому народу, но его не пустили сотрудники, братья, его там могли растерзать. И потом начальники Ефесса, они послали к Павлу, где он находился, очень просили не появляться во время этого мятежа. И написано, когда мятеж стих, ну, начальники распустили народ, говорят, нет причин для этого сборища, Павел направился в Македонию и дальше отправился в Элладу. Элладу – это название Греции. Вот кто помнит карту, вот, братья и сестры, Ефесс потом выше Траада. Траада находится буквально на самой грани Азии. И там, если вы помните, идет Эгейское море, потом Мраморное море и Черное море. И вот в этом перешейке только перейдешь на тот берег, и начинается Европа, Македония. Поэтому Павел проповедовал в Азии и проповедовал в Европе. И когда после мятежа он с Траады ушел в Македонию, потом прошел в Грецию, и там тоже возник мятеж. Но этот мятеж уже создали иудеи. Вот, братья и сестры, нам надо понять, почему иудеи буквально на всем протяжении Священного Писания, и я хочу сказать, это последний путь Павла, мы когда рассматриваем некоторые карты, есть написано было три путешествия миссионерских апостола Павла и четвертое, это его уже везли в Рим, как арестованного. Так вот, это кончается третье путешествие миссионерского апостола Павла. Я хочу обратить внимание, и иудеи постоянно возмущались. Почему? Они не могли понять, что язычники также могут принять Слово Божие. Для них это было абсолютно непонятно. Они считали главенство поклонения истинному Богу находится только в Израиле. В какой-то мере оно так и было. Бог начал работать только со своим народом, с Израилем, и через Израиль Слово Божие распространялось. Так вот, если находились язычники, которые хотели служить истинному Богу, по понятию израильтян, они непременно должны принять иудейство, то есть пройти обряды специальные, и через какой-то промежуток времени они как бы считались уже иудеями. Вот только таким путем спасения для язычников через исполнение закона. А когда Павел встретился с Христом, и Христос открыл ему благодать, новый путь, вот, братья и сестры, до сегодняшнего дня иудеи так и не поняли, что конец закона Христос. Христос. Я хочу сказать, братья и сестры, мы празднуем такой праздник встретенье, когда вот муж Божий Симеон, он пришел по вдохновению в храм и там увидел это дитя, взял его на руки и сказал, ныне отпускаешь раба твоего, владыка. Вот это есть как бы символическое понятие конец закона, конец закона Христос и закон был детоводитель ко Христу и когда пришел Христос, началась новая эра, эра благодати. Этого иудеи понять не хотели. Они Христа не приняли и они до сегодняшнего времени мечтают о восстановлении храма, они живут по Ветхому Завету и то сравнительно небольшая часть израильтян. Многие из них сегодня атеисты или абсолютно равнодушны к религии. Друзья мои дорогие, и когда Павел стал проповедовать вот для всех народов спасение по благодати, не надо идти в храм, не надо идти обряды, надо верою принять Иисуса Христа в сердце, они этого не могли. Обратите внимание, апостолы помимо Павла, они вначале все исполняли закон, они жили по закону, вот почему когда апостол Петр, помните, пришел в Антиохию и когда увидел там это было сильнейшее пробуждение от Слова Божия, это в основном языческое пробуждение, там образовалась большая церковь, большое движение, и когда апостолы услышали, пришел туда Петр, вот обратите внимание, он же раньше был уже у Корнилия, он видел, как на Корнилия снизошел Дух Святой, Дух Святой, и обратите внимание, он там кушал вместе с ними, а по иудейским понятиям сесть за один стол с язычником, это сквернение, это преступление, и когда Петр возвратился с Антиохии, он, братья сестры, там в Антиохии что произошло? Пока он там проповедовал, общался с этими верующими христианами, все нормально, он же был там не два часа, как мы здесь на машине проехали в какую-то церковь, побыли на собрании, уехали, они шли в основном пешком или на корабле, и потом они пребывали там недели, месяцы проповедовали, так и Петр в Антиохии, ему надо было кушать, а кругом язычники и христиане язычники, они готовили, и тут на беду пришли братья с Иерусалима, это иудействующие, это люди чтущие закон, они христиане были, они приняли Иисуса Христа, но продолжали жить по закону, и когда Петр увидел пришли, мне непонятно, я вот сколько читаю, Петр, глава, Христос сказал, ты камень, на всем камне я создам церковь, и он ну, здретьфовал, ему стало как-то, он не знал, как вести себя, ты же глава, ты поставлен Христом, он начал таиться, прятаться, ну, я это так понимаю, вот, там собрание прошло, потом у них были такие общие вечери, вечери любви, стол, кушали, и Петра зовут, это же главный человек, а Петр говорит, да я что-то не хочу, у меня что-то сердечко покалывает, я отдохну, он стал уклоняться, ну, лицемерить, Павел сказал в Галатом, читайте, лицемерить, и лицемерие настолько распространилось в Антиохии, что даже верный соратник апостола Павла Варнава написано, был увлечен его лицемерием, и тогда Павел, смотря на все это, к чему это приведет, вот, братья и сестры, почему Господь избрал Павла для служения язычников, именно Павел, я говорю, при всех противостал Петру, и остановил вот это сползание, поэтому, друзья, дорогие иудеи, страшно ненавидели апостола Павла, страшно, помните, они там заклялись 40 человек, не есть и не пить, пока не убьют Павла, они даже там на хитрый шли, обращались к прокуратору, вот мы хотим исследовать, ты выведи его к нам, и по дороге хотели напасть и убить, это такое у них было страшное противление, поэтому там, где проповедовал апостол Павел, он нес благодать по вере в Господа Иисуса Христа, он не проповедовал закон, и его страшно ненавидели, вот написано, что в Илладе, в Греции, они сделали возмущение, и тогда Павел возвращается, ему надо было, он направлялся в Иерусалим, но он решил снова обратным путем подняться в Македонию, пересечь вот этот перешеек Игейского моря и сойти в Троаду, в Троаду, и мы читаем, они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде, вот в предыдущем стихе мы видим, что апостола Павла сопровождали не менее семи сотрудников, там даже в четвертом стихе перечисляется, откуда они были, и Павел, у него была эта такая команда благовестников, он посылал одних сюда, других сюда, сам шел, это был весьма деятельный миссионер, и вот он направил их морем в Троаду, а сам пошел пешком, и остановился в Филиппах, а потом с Филипп, когда уже те пришли в Троаду, он вместе с Лукой сел на корабль, чтобы догнать своих сотрудников, обратите внимание, здесь написано, они плыли пять дней, документы говорят, что этот пролив там небольшой, его обычно перепрывали за два дня, они плыли пять дней, почему? Ну, просто братья и сестры, тогда не было кораблей, когда работали двигатели, они были все под парусами, если нет попутного ветра, он может в море где-нибудь в десяти милях от берега стоять, и день, и два ветра нет, и корабль стоит, поэтому они плыли к Троаде пять дней, в Троаде они пробыли семь дней, седьмой стих, в первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, в первый день недели и здесь сказано о вечере, о преломлении хлеба. Это такое яркое и ясное свидетельство, что христиане, ученики Иисуса Христа уже постепенно переходили с субботы на воскресенье. Там, где было преимущество иудеев, вот почему Павел, когда приходил, когда еще не было насаждены церкви, он обычно шел в синагогу, потому что синагога работала только в субботу, и в субботу он шел в синагогу, проповедовал, и потом там были некоторые части язычников, которые принимали иудейство, их называли празелиты. И вот, а здесь мы видим, там, где уже основная масса была из язычников, не из иудеев, ну, вот мы видим в Траде, они собрались в первый день недели. Первый день недели это воскресенье по-нашему, в который воскрес Христос Иисус. Я почему эту деталь привожу специально, если вы встретитесь с адвентистами седьмого дня, они вам будут очень, особенно, есть еще помимо адвентистов седьмого дня, так называющие субботники. Почему, когда мы называем адвентистов субботниками, они отрекаются, мы, говорят, не субботники, мы адвентисты седьмого дня, они очень зорко за этим, а вот субботники, я знаком и с теми, и с другими, они абсолютно в субботу отмечали, в воскресенье шли на работу, это я своими глазами видел, будучи подростком, у нас они были в селе, в воскресенье наши православные, наши верующие отдыхали, шли на собрание, они с чекменями шли в колхозные работы, они этим показывали, что для них воскресенье ничто, они отмечали субботу, и когда братья наши, тогда постарше, они встречались, братья указывали, в первый день недели, потом мы читаем в Откровении в первой главе, в день воскресный, там написано, в первый день недели апостол Иоанн был в духе, это действие, поэтому то, что мы отмечаем, особо воскресный день, это на месте, собрались для преломления хлеба, ну, братья и сестры, преломления у нас очень четко написана 11 глава первого послания Коринфянам, и апостол Павел там подчеркнул, я от самого Господа принял, вот интересно, братья и сестры, он никогда не был с Иисусом Христом, в то время, когда Иисус с апостолами проповедовал, еще до его распятия, неизвестно, где был Павел, может быть, он воспитывался тогда у ног Гамалиила, может быть, он проходил вот эту иудейскую, ну, богословие, если можно так выразиться, но нигде не сказано, чтобы пути апостола Павла пересеклись с Иисусом Христом. Когда он уже пришел в силу, он говорит, я преуспевал более многих своих сверстников, и когда он вошел в доверие Синедриону, ему давали некоторые поручения, в основном, ну, такие жестокие, хватать христиан, вязать, везти в темнице, это Павел делал, и вот его первая встреча была на пути в Дамасске. Я хочу сказать, братья и сестры, апостола Павла, вот в одном месте он говорит, я не хочу но хвалиться собою, ибо я приду к видениям и откровениям. Он специально умалчивает. И там же пишет, я знаю одного человека, собой не похвалюсь, знаю одного человека, который был восхищен до третьего неба и слышал слова неизреченные. Ну, в богословии так и принято, что апостол Павел это он был восхищен. Я этим хочу сказать, братья и сестры, апостол Павел, ведь все послания апостола Павла наиболее отражают домостроительство Церкви Христовой. И вот мы сегодня созидая Церкви, когда проходит крещение новых членов, мы базируемся в основном на посланиях апостола Павла. Помните Ефесянам апостол говорит, мне дана тайна домостроительства Церкви. Откуда, Павел, ты мог это видеть? Вот почему у него много было противников и некоторые ложные учителя говорят, а кто такой Павел? Мы вот когда-то за Христом ходили, мы его слышали, а тут появился какой-то Павел, кто он такой? И Павел должен был оправдаться, он неоднократно говорит, не апостол ли я? Не видел ли я Господа? Братья и сестры, я лично верю, апостол Павел через откровение и видение неоднократно имел общение с Иисусом Христом. Я могу назвать несколько. Первое, это на дороге в Дамас, когда он разговаривал, кто ты Господи. Второе, когда я пришел в храм и пришел в выступление и он явился мне. Третье, когда вот он был восхищен на третье небо, это только то, что апостол Павел записал, а вот те видения откровения, которые он скрывал, он говорит, чтобы не поняли, что я сверх чего-то знаю, он это не демонстрировал. Павел апостол получил непосредственное откровение о домостроительстве от Господа Иисуса Христа. И вот здесь в седьмом стихе написано собрались для преломления хлеба. Павел намереваясь отправиться на следующий день, значит, если написано в начале, что он пробыл в Трааде семь дней, значит, это был шестой день. А следующий день, седьмой, когда он намеревался отправиться дальше, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Братья и сестры, вот тут два стиха я дома читал, думаю, Господи, вот если бы мы сегодня занялись этим, до полуночи Павел проповедовал, вот если бы я сидел на кафедре пять часов, я уверен, что бы я остался один, постепенно все произошлись, и я остался один, но Павел проповедовал до полуночи, а потом, совершив преломление, беседа продолжалась до утра. Вот, братья и сестры, непонятно это. Вот такое было тяготение к слову. Павел давал свои откровения. Я невольно вспоминаю свои молодые годы, я застал ту плеяду старых братьев, они вот именно вечером сходились, когда пришел к моему, это мой наставник, такой благодатный брат, я жил в Чемкенте, приехал в село, и вот пришел к нему, мы сидим, он беседует, беседует. Братья и сестры, я тогда говорю, сколько ж времени? Посмотрели на часы, было 6 часов утра, мы всю ночь пробеседовали, а мне в 7 часов надо вставать, идти на работу. Он говорит, ну иди час отдохни. Вот я сейчас не представляю, вот такое было желание, и сна нет. Вот братья и сестры, такое было состояние здесь, в данном случае у верующих города Траада. Они всю ночь провели в беседе. 9 стих. Во время продолжительной беседы Павла один юноша по имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз третьего этажа и поднят мертвым. юноша заснул. Вероятно, столько было мест, это было в частной квартире, это не было такого уютного молитвенного дома. Они собирались по квартирам, все места, все забито, и юноша сел на окна, а это третий этаж. Вероятно, окно было открыто, потому что там было много светильников, это горело масло, там был такой чат такой, и, наверное, открывали окна для того, чтобы хоть немножко воздух проникал. И юноша задремал, естественно, всю ночь слушать он не мог. Вы знаете, братья и сестры, я порой поглядываю на наших молодых людей. Вот заходишь на собрание, ну, я очень любопытный, я когда-то, находясь присвятенным, я любил всегда наблюдать за церковью. Я смотрю, как эти реагируют, как эти, как эти, у меня фокусируется, как люди относятся к собранию. Я сейчас немножко порой наблюдаю, я часто смотрю в этот уголок. Порой молодое поколение, оно антипотично относится к слову. Вот когда поют, как только слово, они что-то нагнулись между собою, ну, нет внимания, а когда это слово идет продолжительно до полуночи, получилось, заснул и упал намертво. Друзья, дорогие, я хочу обратить внимание, вероятно, это событие было предусмотрено Господом. Почему? Потому что после мы читаем дальше. Павел сойдя пал на него и обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Обратите внимание, что он делает. Мертвый человек лежит, обняв его, он пал на него. Когда мы читаем Библию, два пророка сделали точно так же. Это сделал Ильяс вдовы Сидонской, он простерся, это сделал Елисей вдовы Санамской, они точно так делали, не своим. Я не знаю, как это происходит, я просто думаю, эти мужи Божии имели силу от Господа. И когда Павел обнял его братья и сестры, он говорит, он не умер, это скромность, потому что там был Лука, врач, он собождал апостола Павла, и раз написано поднят мертвым, я просто предчувствую, когда он упал, первый туда побежал Лука, и когда он его потрогал, ну, как врач, знаете, пульс, то другое, зрачки поднимает, он определил, что он уже мертвый, это была сила воскрешения во имя Господа Иисуса Христа. Не тревожьтесь, ибо душа его в нем, взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Хочу обратить внимание, братья и сестры, это было действие силы Божьей, силы Божьей. Вот когда читаешь вот это вот повествование, с какой силой, вот почему апостол Павел говорит, я невежда в слове, но не в познании, и сила моя проповеди не в убедительных словах мудрости человеческой, а в явлении духа и силы. Вот мы очевидно это видим, поэтому там, где проповедовал апостол Павел, в этих городах, он в одном месте, он пишет, уже мне не достает места, это в Малой Азии, где бы я не проповедовал Слово Божие. Вот как он мог проповедовать? Уже не достает места, потом предприму путь в Испанию. На Рим направлял свои шаги. Братья и сестры, это было последнее пребывание апостола Павла в Малой Азии. Он направлял дальше шаги в Иерусалим, с Иерусалима он был отвезен в Рим. На этом мы закончим. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok